На этот раз мы посмотрим на экономический джихад во времена священной обороны. В первые месяцы войны шесть провинций Ирана были непосредственно вовлечены в войну. Разрушение нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов затруднило экспорт черного золота. Иран подвергался самым суровым санкциям из когда-либо существовавших. У правительства не было бюджетных средств, и его расходы увеличивались день от дня. Стоимость ремонта разрушенных войной районов, стоимость содержания оборонной машины Ирана, стоимость обеспечения жильем и едой миллионов военных беженцев, содержание новых государственных предприятий. Инфляция свирепствовала, и казалось, что экономика страны разваливается. Постепенно со сменой правительства началась новая экономическая политика. Со временем Иран смог увеличить добычу и экспорт нефти. Власти пытались управлять большим количеством государственных предприятий, которые могли удовлетворить большую часть внутренних потребностей. Затем они нормировали валюту и взяли по свой контроль весь импорт. В страну был обеспечен ввоз только промежуточных товаров. Все это было сделано для прекращения рецессии. Правительство должно было контролировать и другие сектора экономики. Чтобы не увеличивать инфляцию, наращивать экономику, оно создало государственную потенциальную организацию в экономике. Организация, которая осуществляла строжайший надзор за различными классами. Чтобы люди получали минимум, в котором они нуждаются, была создана система поставки и распределения государственных товаров. Таким образом, все было нормировано от горючего дома коронных изделий. Правительство взяло на себя всю экономику, но все это имело положительный эффект. Несмотря на серьезный бюджетный дефицит, многие экономические показатели были положительными до последних лет войны. К концу войны положение осложнилось. Новые санкции, падение цен на нефть, танкерные войны. Теперь война перекинулась непосредственно на экономику. Враг хотел перерезать жизненно важную артерию Ирана, чтобы сломить сопротивление иранского народа. Это усложняло задачу. Даже при более жестком контроле цены больше не были стабильными. Многие товары были в дефиците, тревожили спады и уровень безработицы. Однако экономика Ирана не рухнула благодаря усилиям тысяч людей. Это была вполне приемлемая ситуация в течение восьми лет, и поэтому она позволила Ирану с самыми низкими доходами снова успешно сражаться со своим противником на поле боя. С тех пор прошло много лет, и многие проблемы сегодняшней экономической системы связаны со структурами, которые все еще сохраняются в иранской экономике после войны. Мы все еще страдаем от экономических последствий войны, но это не должно заставлять нас не осознавать тот факт, что мы также победили врага на экономическом фронте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова